Здравствуйте, с Вами технический обзор от лаборатории Астроскоп и я Руслан Зоркий. Различные электронные гаджеты уже прочно вошли в нашу повседневную жизнь. Сегодня хотим предложить Вашему вниманию один из них, цифровой микроскоп Levenhuk DTX500. Микроскоп поставляется в красочно оформленной подарочной коробке. Открыв коробку видим надежную полиэстеровую упаковку, внутри которой расположился микроскоп и аксессуары. В комплект поставки входит сам микроскоп, штатив, аккумулятор, адаптер питания от сети 220В, диск с программным обеспечением, кабель для подключения к телевизору, USB кабель для подключения к персональному компьютеру, чехол, ремешок и конечно же руководство пользователя, в том числе и на русском языке. В передней части корпуса расположена трубка оптической системы микроскопа. В ней расположен объектив и восемь светодиодов подсветки. Выше расположено колесо фокусировки, оно же служит и для изменения кратности микроскопа. В самом верху находим тонкое колесико, вращением которого регулируется яркость светодиодов. Сверху на корпусе расположена кнопка, нажатием которой Вы можете сделать одиночный снимок, запустить серийную съемку или съемку видеоролика. Рядом с ней находится рычажок цифрового зума. Микроскоп оснащен трехдюймовым отворачивающимся цветным жидкокристаллическим дисплеем. Дисплей не только отворачивается в сторону, но и может вращаться вокруг своей оси. Думаю нет надобности рассказывать о достоинствах такой конструкции. Тут же расположены кнопки управления. С тыльной стороны корпуса расположены разъем для подключения сетевого адаптера, USB кабеля, кабеля подключения к телевизору. Ну и конечно же ушко крепления ремешка для ношения прибора на руке. Микроскопом можно пользоваться, держа его в руке или установив на штатив из комплекта, для чего в нижней части корпуса имеется отверстие с резьбой одна четверть дюйма. Микроскоп имеет широкий диапазон увеличения от двадцати до пятисот крат. Оснащен функцией фото и видеозаписи. В качестве фотоприемника служит встроенная 5-мегапиксельная цифровая камера. Еще одной весьма интересной и полезной особенностью микроскопа является встроенный микрофон. Вы сможете не только фотографировать интересующие вас предметы, но и сопровождать съемку необходимыми комментариями. Результаты съемки записываются на карту памяти microSD, для установки которой в нижней части корпуса есть специальный слот. Отснятый материал можно просматривать на дисплее микроскопа, а можно перенести на компьютер. Для этого достаточно подключить устройство через стандартный USB кабель. Включив микроскоп видим картинку приветствия. Спустя несколько секунд картинка сменяется напоминанием о необходимости установить карту памяти. После установки карты памяти и включения микроскопа не лишним будет заглянуть в меню микроскопа и произвести начальную настройку. Меню настройки вызывается нажатием кнопки с изображением гаечного ключа. Для начала установим язык. Это можно сделать перейдя на вторую страницу меню нажатием кнопки со стрелочкой вниз. Далее выбираем пункт смены языка и нажимаем кнопку ОК. В списке доступных языков выбираем необходимый и нажимаем ОК. Нажав кнопку с гаечным ключом выходим из меню настроек микроскопа. Для оценки увеличения мы сфотографировали шкалу обыкновенные рулетки на минимальном и максимальном увеличении. Если сравнить размер изображения шкалы на экране компьютера с ее реальными размерами, то видно, что заявленные увеличения вполне соответствуют действительности. Для оценки качества изображения и возможностей данной модели мы сфотографировали крупинку растворимого кофе и этот же снимок в развороте до максимального разрешения. Поверхность высушенного листа денежного дерева. Не пугайтесь, это всего лишь кусочек крупнолистового черного чая, не кусается. Кристаллы сахара на малом увеличении. На большом же увеличении они превращаются в настоящие булыжники. Коллекционерам пожалуй интересно будет взглянуть на различные фрагменты денежной купюры. Ее можно рассмотреть очень детально, но не большими фрагментами. Вот так выглядела 25 копеечная монета на минимальном оптическом увеличении, а также с применением 4-х кратного цифрового зума. Очень интересно обследовать поверхность различных предметов. Поверхность металлической шайбы, кожа на человеческом пальце, кожура яблока, хвостик яблока и с противоположной от хвостика стороны. Итак, если Вам необходим микроскоп для оценки качества изготовления различных изделий, детального рассмотрения мелких предметов в коллекции или Вы просто хотите увидеть больше чем позволяют глаза, то можете смело остановить свой выбор на этой модели. Кроме того, микроскоп станет отличным подарком для ребенка, который не только заполнит его свободное время, но и поможет в значительной степени расширить детский кругозор. С Вами был технический обзор от лаборатории Астроскоп. До скорой встречи в нашем магазине.